Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Стокгольму. Вот в этот Новый год мы решили немного развеяться, рвануть по маршруту Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, два дня Таллин, Санкт-Петербург. Все это дело проходило на пароме принцесса Мария. Обычно ходит принцесса Анастасия в Стокгольм, но вот что-то видимо они решили поменять в компании. Вот прибыли мы в Стокгольм, сначала в Хельсинки. Ну Хельсинки город такой хороший, мне тоже нравится, но время было не очень много, поэтому мы голубым по Европе так прошлись, смотрели выпили чашку кофе, ну и в результате прибыли в Стокгольм через некоторое время. Прибыли в Стокгольм, вот видите, погода была такая не очень жаркая, скажем, где-то 18 градусов с минусом до 20 даже доходило, но все равно вот проловит лебеди, вода не замерзает в этом месте. Это в районе Королевского дворца и оперы. Хороший город мы взяли, ну здесь вот уже Кавнастан, это старый город, старые улочки Стокгольма. Так вот мы взяли поездку на автобусе хип-хоп. Это платишь деньги, ну на двоих получается порядка пяти тысяч, но в течение двух дней ты можешь ездить на этом автобусе, где хочешь и вообще у него есть специальные остановки в определенных местах. Ты можешь выйти, потом на этой остановке опять войти и он тебя подвозит прямо к пароходу, на котором мы пришли, а пароход останавливался достаточно далеко от центра. Ну и добираться действительно было удобно. Ко всему прочему там есть русскоговорящий гид наушники, нет проблем, просто шикарно, всем рекомендую это сделать. Ну а вот это просто я решил показать виды Стокгольма, моего любимого города Северного. Он мне очень нравится. Я уже даже забыл, сколько раз я здесь был. Ну почему-то нравится и все, чем не могу объяснить. Нравится просто. Вот эти улочки красивые, разноцветные дома. Вот я здесь, конечно, когда делал фотографии, немножко поднасытил цветом, мягко выражаясь, насыщенно они такие, но это правда. Это было как раз после нового года, по-моему, четвертого числа. Вот, множество красивых витрин с маленькими такими куколками, где-то Мороза с ангелами. Красиво там было очень. Вот, посмотрите, это просто и фотографировала улица Стокгольма. Хороший город. Ну что там еще интересного? Ну, кто не хочет ездить на автобусе на обыкновенном? В смысле, кто не хочет ездить на автобусе, вот хип-хоп, который стоит, ну, достаточно дорого, конечно, даже на два дня, на двоих пять тысяч, в общем-то, дороговато. Можно воспользоваться услугами. Стоят там автоматы, 316 крон стоят. Да, кстати, Швеция так и не перешла официально на евро. Там, значит, действуют кроны. В каких-то туристических лавках можно, конечно, купить что-то за евро, но в основном рассчитывается кронами. Поэтому вот там стоимость проезда на автобусе в течение, если не ошибаюсь, по-моему, 12 часов стоит 316 крон. Берешь, воткнул карточку и здесь стоят, ну, действительно, достаточно много стоят таких аппаратов. Вот, ну, карточку набрал, там все просто, ну, ну, трудно ошибиться. Можно, конечно, ошибиться, но трудно. Вот это, кстати, центральная площадь Стокгольма. Здесь внизу такие подземные магазины. Ну, в общем, все соединяется. Кстати, у нас тоже в Питере хотели сделать так на восстание, но что-то не сделали. Может, грунты, как всегда, не те. Вот, неизвестно. Ну, это вот центральная торговая улица и в Стокгольме, она, в общем-то, одна такая большая, огромная, с огромным количеством магазинов. Вот здесь я поразился очереди. Ну, очередь была, наверное, метров 200 в магазин, который производил распродажи. Видимо, закрывался. Я впервые вижу такую огромную очередь для того, чтобы попасть в этот магазин. Ну, метров 200-250 стояли люди для того, чтобы попасть вовнутрь. Вот. Бывает же такое и не только у нас, но и там. Вот. Ну, погодка была такая нелетная. Шел снежок. Ну, все равно было хорошо. В Стокгольме всегда хорошо. Когда снег, не снег. Ну, захотел, кофе зашел, попил. Или просто по магазинам походил, посмотрел, что там как. Огромное количество велосипедов, конечно, просто валяется. Да, это везде так, в Скандинавии, наверное. Множество елок, которые стоят по улицам. Вот. Ну, они еще, по всему прочему, елки-то старые выбрасывают. Ну, или просто выставляют на улицу, а специальные службы забирают. Это уже после, ну, где-то в районе четвертое-пятое число января. Ну, вот. Вот. Вот такие вот дела. Вот какая-то пекарня проходила. На пекарне. А, как раз мы шли в сторону знаменитого стокгольцкого рынка, который на меня, честно говоря, почему-то не произвел впечатление. Мы зашли в кафе Альберт, где я видел какого-то артиста шведского. Ну, собственно говоря, вот и все. Всем пока, всем привет. Удачи на дорогах. Приезжайте в Стокгольм по возможности. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok